Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я хочу поговорить о модных тенденциях и веяниях в макияже, какие сейчас тренды существуют, примерю их все на себе. Я не только разберу тренды с показов модных домов, но и покажу те фишки, которыми пользуются блогеры, инфлюенсеры, и что они применяют для себя, потому что я считаю, что в 2023 году и 2024 инфлюенсеры и блогеры законодатели моды. Вот так, я вот в белой футболке законодую вам тут моду немножечко, но почему нет, почему? Ну да. Первый тренд, как раз таки этот тренд больше инстаграмный, потому что он идеально получается на фотографиях, акцент блестящими тенями в уголках глаз, и его можно повторить без каких-то визажистских навыков, просто наберите своим мизинчиком немножко теней и приложите в уголок глаза, также на внутренний уголок глаза и на подвижное веко. Если уйти с солнца, то тени начинают переливаться и немножечко контрастировать с кожей, мне такой эффект очень нравится. У нас такая сейчас теплая осень, светит солнышко, и это еще больше добавить вам настроение. Румяна это тренд, и его наносят сейчас не только на щеки, как мы привыкли, но и на скулы, на нос, под глаза. Это создает вид загорелого лица, более отдохнувшего, как будто бы я только вернулась с яхта. Я использую гелевые румяна, которые очень легко разносятся по лицу и создают влажный эффект. Набирая совсем немножко, распределяя по руке, такая вот у них очень влажная, приятная текстура, а с руки я буду наносить прям кистью. Мне так удобнее, а я наношу на скулы, под глаза и немножко на носик. Очень интересный эффект, лицо действительно как будто бы загорело, загорело на дорогом солнце. Лицо, которое выглядит свежим и отдохнувшим, всегда в тренде. Этот год не исключение. Гламурный гранж. Да, это снова в моде. Смоки вернулись. Ура! На самом деле, да, это здорово, потому что долгое время смоки были неактуальны, а сейчас вот гламурные смоки возвращаются. Как раз-таки инфлюенсер, на котором я это вижу, это вот девушка Дэниел Маркан, которая делает постоянно себе гранжевые смоки, и в этом она, наверное, одна из первых. Она живет в Лондоне, это еще добавляет немножечко такого вайба, как будто бы она немножко из богатой семьи, но также она делает смоки и идет против системы. Любим она такое. Если вы помните сериал «Сплетница», ну, кому я рассказываю, конечно, вы помните. И там была такая Дженни Хамфри, она как раз-таки одна из первых представительниц гламурного гранжа. Вот такие вот смоки, а она была на каблуках, тут какой-нибудь бантик причепурен. Для того, чтобы повторить гламурно-гранжевые смоки, я буду использовать карандаш Фанки Манки, это каял. Его я наношу на слизистую и растираю пальцем. Дальше я беру коричнево-лиловые тени, которые фиксируются на глазах, и также наношу их хаотично на верхнее и нижнее века. Я считаю, гранжевость уже есть. Сейчас я зафиксирую смоки тенями подобного оттенка с самым темным оттенком из палетки. На внутренний уголок глаза я добавлю сияшку. А гламурности я добавлю коричневой подводкой с блестками. Нарисую кошачью стрелку. Шиммер в ее составе очень красиво подсвечивает глаза. Вот такой вот результат, оцените в комментарии. Я рада, что пришло время вспомнить этот макияж, потому что я обожаю этот сериал, и, в принципе, мне очень нравится это время, я его с ностальгией вспоминаю. Все циклично, мода циклично, вот и гламурные смоки. Конечно, осенью возвращаются темные матовые помады, и эта осень не исключения. Вновь трендом становится темно-винное, темно-бордовое. Но помимо классики еще придет тренд растушеванных губ, и он будет акцентным. Допустим, можно не делать никаких глаз, сделать только растушеванные губы темные. Можно добавить туда еще смоки, и тогда это будет полный стулья год. Надо носить все по отдельности, тогда это будет максимальным трендом. Вы будете как какая-то парижанка, с утра пошли за круассаном с яркой помадой. Для того, чтобы мне повторить этот тренд, на губы я использую матовую бархатную помаду от Фанки Манки. У нее очень приятный запах и вельветовая текстура. Для того, чтобы добиться градиента цвета, я буду делать это в два этапа. Первый слой я наношу на все губы по контуру. Второй немножко внутрь. И тем, что осталось на кисти, я растушевываю края, выводя губы за контурок. По мне получилось очень гранжово, вайбово, и этот образ идеально подходит на осень. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы носить яркую помаду на каждый день. Если ваши губы позволяют, если вам удобно и комфортно это делать, почему нет? Я так радуюсь, когда вижу девушек с яркими губами на улицах, потому что это стало уже как-то как будто бы неактуально. Но все, что становится неактуально, потом снова возвращается. Так что яркие помады, особенно каких-нибудь осенних бордовых оттенков, снова в моде. Носите с удовольствием. Слава богу, тренд на тонкие, перещипанные или осветленные брови прошел. Мои брови просто бы не пережили осветление, хотя у меня есть на канале видос про то, как я их осветляю. Я помню, как в целом я их потом отращивала и восстанавливала. Не рекомендую, если честно. И вновь вернулся тренд на естественные мягкие брови. Мне не понять этого тренда, я люблю себе рисовать брови постоянно. Но мы попробуем этот тренд. Чтобы сделать мягкие естественные брови, как в этом тренде, я сначала буду использовать гель стайлер. Этот состав я люблю наносить на одноразовую щеточку, промасливать все бровки, а затем укладывать в том направлении, в котором необходимо. Немного прижимаю волоски к коже, так эффект и зачес волосков будет держаться намного дольше. Теперь беру коричневый броумаркер. Он нужен для того, чтобы детально прорисовать волоски и создать эффект настоящих волосков на коже, так называемый микроблейдинг. Этот фломастер идеально подходит под цвет моих волос. Вот такие вот естественные брови получились. Как вам этот тренд? То, что естественно никогда не безобразно, поэтому если у вас густые брови, носите их с удовольствием, зачесывайте гелем. Если у вас полупрозрачные брови, как у меня, то не нужно усердствовать и слишком их красить. Как же сказала я, нарисовав себе огромные татуированные брови, ну вот такое вот настроение. Честно, вот как душа у вас поет, так и делайте. Губы в стиле 90-х. Этот тренд не новый, но он все еще на пике и держится, и честно говоря, я думаю, он будет держаться очень долго. Для того, чтобы повторить этот тренд, я использую карандаш, который я долго искала. Это правильный коричневый карандаш. Иногда можно использовать карандаши для бровей, которые холодных оттенков. Наша главная задача создать естественную тень, выйти за контурок, конечно же, и нарисовать ту форму, которую хотим. Этим и прекрасен этот тренд. И теперь я беру кисточку и все хорошенько растушевываю, не трогая контур. Вот так вот получилось. Как вам? Обожаю вот такой вот макияж, который у меня сейчас на губах, но это слишком просто. А чтобы разнообразить этот тренд, я буду использовать карамельный блеск. Он немножко с розовинкой, идеально подходит в сочетании с этим карандашом. И посмотрите, что получается. Я теперь буду постоянно использовать эту комбинацию. Запоминайте, ловите оттенки, потому что это выглядит просто потрясающе. Не хотела выделять любимчиков, но этот тренд однозначно мой самый любимый. Обожаю этот тренд, и я всегда себе делаю контур губ четкий, потому что мне так нравится, я так чувствую. И когда это было неактуально, мне никто не понимал, я ходила так одна. Так что, как со всеми трендами, будьте индивидуальностью, вдохновляйтесь модой, а не становитесь ее жертвами. А с вами была Даша Кей. Вот такие вот у меня тренды макияжа получились в 2023 и 2024 году. С вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok